Рассмотрим на практике пример использования функции агента, журнала событий и почтовых уведомлений. Создадим агента, который будет проверять количество товаров в инфоблоке каталога без цены, создавать события в журнале событий и отправлять почтовые уведомления администратору. Первым этапом создания агента будет выборка записей из инфоблока. Давайте воспользуемся функцией getList и разместим ее на тестовой странице. Функция доступна в документации. Откроем ее. Информационные блоки, классы, класс CI-блок элемент, getList. GetList — это достаточно мощная функция, аналогичная запросу к базе данных. Выбирает элементы, сортируя, фильтруя их указанным способом. Принимает ряд параметров. Это сортировка, фильтр, группировка, параметры по страничной навигации и те параметры, которые нужно выбрать в элементе. Здесь эта функция описана достаточно хорошо. Давайте воспользуемся примером и скопируем его на тестовую страницу. Итак, давайте воспользуемся фильтром. Фильтр — это один из параметров, который принимает getList. И сделаем выборку элементов из инфоблока каталога. Давайте поймем, какой ID у инфоблока каталога. Так, мы можем видеть ID в строке запроса. Это два. Давайте поставим здесь двойку. Далее фильтр подразумевает, что мы выбираем активные элементы. И давайте посмотрим, как называется у нас свойство цены в инфоблоке. Откроем настройки инфоблока «Продукция». Дополнительные свойства. И мы видим здесь свойство «Цена». Она имеет символикод price. Давайте select. В select добавим это свойство. Select — это массив, содержащий в себе параметры, которые необходимо достать для элемента. Мы вытаскиваем свойство «Цена», «Property price». А также давайте в фильтре сделаем условие, когда в элементе отсутствует цена. Это значит, что «Property price» — «NoFalse». А также оставим количество доставаемых элементов равным 50. Это ограничивается здесь данным свойством «EndPageSize». Далее идет цикл по всем выбранным элементам. Давайте сделаем дамп для уверенности, что мы вытащим какие-нибудь элементы. «Сохраним», перейдем на тестовую страницу. Итак, мы видим ошибку. Это значит, что класс не найден. С чем это может быть связано? Это связано с тем, что на этой странице нет модуля, не подключен модуль, в котором используется эта API, в котором есть эта API-функция. Давайте подключим модуль и используем специальную функцию класса C-модуль. Модуль — это includeModule. Модуль — инфоблок. Здесь передается наименование модуля и заключим ее в условие. То есть, если подключился модуль, то значит, мы воспользуемся методом. Сохраним и обновим. Итак, нам ничего не вытащило функция GitList. Давайте посмотрим в админке, есть ли такие элементы. Перейдем в инфоблок продукции, товары. И у нас уже здесь в таблице видна цена. Давайте посмотрим все элементы. Здесь их не так много. И мы видим, что у всех элементов присутствует цена. Давайте у пары элементов уберем цену. Выделим их и редактируем. Сохраняем. Теперь перейдем на тестовую страницу. Теперь мы видим, что GitList нам достал два элемента, у которых отсутствует цена, и, соответственно, выбрал те поля, которые мы указали в селекте. Итак, отлично. Давайте эти элементы запишем в какой-нибудь массив. Например, в этот массив. И следующим пунктом давайте добавим в журнал события о том, что у нас в каталоге присутствует определенное количество товара с отсутствием цены. То есть товар без цены. Давайте воспользуемся классом SaveAndLog и методом add. Он принимает параметры. Он принимает параметры. Он принимает параметры. Это тип события. Назовем его CheckPrice. Далее ID модуля. Это модуль инфоблока. Элемент. Ну, у нас нет определенного элемента. Мы просто создадим информационную запись и описание. Напишем какой-нибудь текст. Например, проверка цен. Нет цен для такого-то количества элементов. Итак, отлично. Давайте проверим, создастся ли запись. Журнал событий. Так мы видим, создалось событие. И у нас есть описание, что у нас нет цен для двух элементов. Далее, следующим этапом, давайте отправим администратору уведомление о том, что в каталоге присутствует столько-то элементов без цены. Давайте добавим проверку на наличие таких элементов в инфоблоке. То есть, если такие элементы присутствуют, то мы будем отправлять уведомления. Давайте воспользуемся методом getList для класса C-user для того, чтобы определить email администратора. Или email группы пользователей, которые в данном случае будем использовать группу пользователей администратора. Давайте откроем документацию. Класс C-user. Здесь также есть ряд методов, которые мы уже использовали. Давайте воспользуемся getList. Возьмем пример, скопируем на страницу. И в фильтре давайте зададим группу пользователей, а в данном случае пользователей администраторов. Пропишем фильтр. Давайте посмотрим, как называется свойство группы в документации. Мы видим здесь groups.id. Здесь также можно посмотреть описание каждого свойства. Давайте использовать groups.id, в который можно передавать массив групп. для выборки пользователей, привязанных к этим группам. Соответственно, это будет массив с одним значением. Давайте посмотрим, какая у нас группа пользователей. Администраторы. ID группы пользователей. Для этого переходим в административный раздел. Пользователи. Группа пользователей. И видим, что ID группы пользователей администратора — это один. Соответственно, будем передавать сюда единицу. Далее давайте сформируем цикл по всем выбранным элементам. и сделаем дамп для того, чтобы проверить. Сохраняем. Давайте для начала закомментируем добавление записи в журнал событий. Для того, чтобы у нас не плодились записи. Сохраним и обновим страницу. New page. Итак, у нас ошибка. Строка 26. А, мы забыли точку запятой, конечно. Сохраним. И обновим. Итак, у нас выбрался один пользователь. У нас сейчас один пользователь в системе, который принадлежит группе администратора, с ID 1. Соответственно, давайте запишем в цикле все те email администраторов, на которые нам нужно будет разослать уведомления. Так, соответственно, давайте создадим массив, в котором будут храниться email. Так, соответственно, давайте запишем в цикле. Итак, мы получили список email. Теперь нам нужно отослать их, используя почтовые уведомления, о почтовых событиях. Давайте создадим собственное почтовое событие через административный раздел, настройки, типа почтовых событий, добавить тип. Тип почтового события. Здесь нужно желательно указать какой-то тип в латинице в верхнем регистре. Давайте назовем тип как чек-каталог. Здесь осмыслено название и описание. Здесь также может задаваться событие для английской версии. Давайте здесь зададим параметры, которые будут использоваться в шаблоне. В данном случае это текст. Текст шаблона и email, на который мы будем отсылать уведомления. Текст шаблона и пример. Сохраняем. Теперь давайте создадим почтовый шаблон и привяжем его к почтовому событию. При создании почтового шаблона следует указать, к какому сайту он относится. Давайте найдем наше почтовое событие. Чек-каталог. Здесь требуется указать, от кого и кому будет отсылаться сообщение. От кого давайте поставим сайт-нейм, кому, email-администратор. Здесь будет сформирован список email, на которые будет отсылаться этот почтовый шаблон. Тема. Например, проверка каталога. Есть товары без цены. А, и здесь какой-то текст. Так, так как мы передаем текст, то давайте в этом параметре будем передавать, например, количество товаров, у которого отсутствует цена. Итак, в поле текст будем передавать количество товара. Сохраняем шаблон. Так, почему-то привязка сохранилась. Все, шаблон создался. Вот он, его ID. Давайте теперь добавим вызов шаблона отправки письма. Сделаем для начала проверку на наличие email. То есть, если вы нашли email, то мы воспользуемся функцией отправки почтовых уведомлений. Это метод C-event. Давайте его найдем. C-event и метод send. Опять же, это метод отправки почтовых уведомлений. Он принимает в себя некоторые параметры. Event type — идентификатор типа почтового события. Сайт — это идентификатор сайта. Fields — это поля почтового события. Также другие duplicate — отправлять ли копию письма на указанный адрес. И можно жестко указать template ID — это идентификатор почтового шаблона. Давайте воспользуемся примером. Итак, C-event send. Здесь указывается тип почтового события. Мы его назвали Check Catalog. Our site — здесь. Ну, скажем, сайт. Константу сайт ID и массив rFields. Сюда будем передавать те параметры почтового события, которые используются в почтовом шаблоне. Итак, нам нужно передать параметр текст и параметр email. Параметр текст мы будем передавать количество товара, у которого нету цены. Это count our items. И в email мы будем передавать, соответственно, все те email, на которые требуется отправить почтовое уведомление. Воспользуемся implod и через запятую перечислим все email. Итак, давайте проверим работу. И пока не будем включать уведомление в журнал, сохраним и проверим. Убедимся, что на тестовой странице у нас нет ошибок. И перенесем код непосредственно в агент. Давайте создадим файл агент в разделе Bittrex.php.interface.include. А перенесем сюда код в функцию. Назовем функцию, например, агент checkPrice. Включим журналирование. И не забываем, что функция агента должна возвращать сам ссылку на PHP-код, который нужно исполнить в следующий раз, поэтому в return мы возвратим саму функцию. Итак, сохраним и теперь подключим файл агент.php в init. Давайте перейдем в файл агент.php. Мы видим, что здесь используются параметры, например, id инфоблока, а также id группы пользователей. Будет полезным вынести эти параметры в константу. Для этого давайте в init.php подключим файл, в котором будем определять константы на всем сайте. Давайте для начала создадим файл, назовем его следующим образом. Здесь будем определять константы. Например, определим константу инфоблока. Это у нас инфоблок каталога. Давайте назовем ее каталог iBlockID 2. И группу пользователей, группу пользователей администраторов. Это единица. Подключим этот файл в начале. И вместо цифры поставим здесь константы определенные нами. Сохраняем. Теперь давайте создадим непосредственно агента через административный раздел. Настройки, инструменты, агенты. Создадим агента. И укажем время запуска агента, сегодняшнее число и время. Агент активен. Модуль main. Укажем функцию агента. Агент check price. ID пользователя оставим сортировку. Укажем, что он периодический. И поставим интервал. Добавляем время через 2 минуты. Сохраняем. Давайте перейдем в журнал событий. Мы видим, что здесь появились записи. Интердактируем агент. И поставим интервал раз в сутки. Это 86 тысяч 400 примерно секунд. Сохраним. Теперь агент будет запускаться раз в сутки.